Радио Свобода 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 свою компанию с обмана, это, наверное, неправильно. Также с гонки снялся самовыдвиженец Анатолий Батышев. В ЦИК вместо подписи он привез пустые коробки и заявил, что таким образом сэкономил 10 сосен. Деревья выжили, потому что не надо было тратить бумагу. Интрига последних дней зарегистрирует ли ЦИК кандидата от гражданской инициативы Бориса Надеждина. 31 января Надеждин сдал в ЦИК 105 тысяч подписей россиян. Собрано же было в два раза больше. В день подачи подписей ГИБДД отцепило несколько улиц в районе Центризбиркома. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто нам поверил. Огромное спасибо тем десяткам, даже сотням тысяч людей, которые стояли в очередях во всей нашей огромной стране. 75 регионов страны, более чем в 20-130 городах собирали подписи. Очереди за Надеждиной видел буквально весь мир. Чтобы поставить за него свою подпись, россияне мерзли на морозе и мокли под дождем. Сегодня Надеждин единственный идет на выборы с антивоенной повесткой. Подписаться за него призывали многие оппозиционные политики. По данным социологической группы Russian Field, сегодня электоральный рейтинг Надеждина уступает только рейтингу Владимира Путина. Среди определившихся с выбором россиян почти 80 процентов проголосовали бы за действующего президента, а за Надеждина 10,4 процента. При этом за коммуниста Николая Харитонова готова отдать голоса 4 процента россиян, а за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого менее трех процентов. Российская пропаганда, ранее игнорировавшая Надеждина, кажется, сменила курс. Пропагандист телеканала «Россия-1» Евгений Попов выложил фото с Надеждином, напоминая аудитории, что тот ранее был частым гостем федеральных каналов. А Владимир Соловьев обвинил Надеждина в сотрудничестве со сторонниками Навального и Ходорковского, которые якобы подводят его под статью. Дело не про Борю. Боря просто несчастный человечек, который, ну, мой ровесник, который решил в старости, видно, хоть как-то слупить деньжонок, хоть на чем-нибудь. Семья большая, кормить всех надо. Борю жалко. Дурачок не понял, что его подвели, на самом деле, сейчас не под президентский выбор, а под статью из Мины Родины. Но сам факт, что на территории нашей страны, под видом сбора подписей, активируются сетки, ну, Аль-Нят, Ходорковского и украинских спецслужб, и это курируют, как я понимаю, гражданин Израиля. Кац. Хорошенький кандидат. То есть это кандидат от кого? От украинских нацистов? На данный момент Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост президента России. Это Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и Владислав Дованков от партии «Новые люди». Ну, надеюсь, экс-эко-кандидат Баташев не забудет свои короткие сдачи в переработку, ну, потому что наверняка ему известно, что на картон уходит больше бумаги, чем на саму собственную бумагу. А у Центризбиркома, вернемся к Надежде, ну, у Центризбиркома десятки возможностей снять кандидата. Так уж прописан закон о выборах. Зарегистрируют ли Надеждина кандидатам? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в вопросе и в комментариях, а в конце эфира подведем итоги. И чуть позже еще посмотрим, что по этому поводу, на этот же вопрос, как отвечают опрошенные нашими корреспондентами в Москве прохожие. А с нами в прямом эфире на видеосвязи эксперт по выборам, бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот. Роман, здравствуйте. Приветствую, Иван. Ключевой вопрос, наверное, с сегодняшнего дня, да и вчерашнего тоже, так по совокупности. Что это за кандидата ПАД? Они изначально были нужны для массовки, а теперь вот как-то бюллетень не хочется засорять. Что происходит? Ну, трудно сказать, залезть в голову этих людей. Я думаю, что они просто действительно не справились с сбором подписей. В какой-то степени это тревожный звонок для Надеждина. Может быть, хотят показать, насколько подписи трудно собрать. И на фоне этого кандидата ПАДа они могут его снять тоже. Это не вызовет вопросов, как по крайней мере может вызвать меньше вопросов. На общем фоне, как вы понимаете. Роман, вот как раз вот к вопросу сложности и сбора подписей. Чуть позже мы с вами вернемся. Спасибо. И с нами также на видеосвязи политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Такой вопрос, а насколько вообще это стандартная ситуация, снятие такой массовый довольно-таки кандидатов, причем самостоятельное, еще задолго до выборов. Причем, понимаете, ладно бы они шли-то с пустыми руками в центре сберком, но они же даже демонстрировали некие коробки, в которых якобы есть некоторые собранные подписи. Но вот почему-то рука не поднялась-то как-то подписать еще раз заявление на регистрацию. Ну, давайте не будем делать вид, что это выборы, поэтому сравнивать с предыдущими компаниями, когда у многих была хотя бы иллюзия, что это президентские выборы, что-то можно изменить и кого-то можно избрать, это сейчас нельзя. Что касается причины, очевидно, это спектакль, срежиссированный спектакль. Тот же самый товарищ Бабурин, это бывший научный руководитель Германа Грефа, главы Сбербанка, который регулярно спонсирует его такие компании. И Бабурин при этом регулярно выступает спойлером, который либо просто помогает власти, как в этот раз, либо немножко старается откусить голосов у коммунистов и других псевдопатриотов. Но в этот раз патриот на выборах один, это Владимир Путин. Ни одного серьезного кандидата, кроме Владимира Путина, пока власти не зарегистрировали. И, соответственно, шансов на то, что зарегистрируют Бориса Надеждина, тоже практически нет. Он им там лишнее не нужен, им может испортить статистику. Ну а все остальные, это клоуны. Клоуны на службе, сами знаете у кого. В данном случае, потому что тут же Богданов, это известный политтехнолог, который занимался в прошлом регулярно скупкой партий и продажей потом этих партий под выборы в качестве партии спойлеров. Сейчас он сам лично выступает в качестве спойлера. И, кстати, не первый раз в его политической карьере. Остальные люди, это вообще никому неизвестные клоуны, которые на эти выборы, для того, чтобы, может быть, кто-то их заметил, запомнил, деньжат подкинул, может быть, просто куда-то пристроил в теплое место, согласились изображать массовку. Для того, чтобы оживить ощущения, и чтобы кампания по переназначению Владимира Путина, что в реальности сейчас происходит, хотя бы отдаленно напоминала избирательную гонку и электоральную процедуру. Но при этом даже без Богданова, который как раз-таки, да, как вы правильно заметили, довольно-таки опытный спойлер, в этот раз даже без него обойдется Кремль. Почему же так? Нет никакой необходимости. У него спойлерами сейчас выступают кандидаты от парламентских партий. Тоже люди мало кому известные, или попросту говоря, никому неизвестные. Кто помнит Харитонова, хоть он и многолетний депутат, и уже даже однажды баллотировался к президенту. Когда, напомню, от партии ЛДПР, например, баллотировался охранник Владимира Жириновского, и всем было понятно, что никаких выборов Кремль и тогда не планировал. Сейчас ровно то же самое происходит. Никому неизвестные лица, абсолютно не претендующие ни на что, готовые по большому счету сами выскочить и поддержать Владимира Путина. Но Кремлю нужны какие-то статисты для этой лебисцитарной кампании по переназначению Путина. Соответственно, их вполне достаточно. Никого более сложного и тем более недостаточно подконтрольного, от кого можно ждать хотя бы минимальных неожиданностей, или, то самое главное, можно ждать, что какая-то часть россиян воспримет эту фигуру, как сейчас воспринимали Надеждина, как кандидаты против всех, за которого можно отдать свою подпись не за кого-то, а против Путина, против войны в Украине и так далее. Вот чтобы не было ни одной фигуры, в которой можно было бы так объединиться. Поэтому вот такой вот состав. Иван, спасибо. А мне хотелось бы чуть-чуть подробнее остановиться на фигуре Бабурина. Его сегодня резонно спросили в Центре избиркома. К сожалению, не сами сотрудники Центра избиркома. Но наши коллеги, где же эти 100 тысяч человек, его поддержавшие? Потому что никаких очередей мы не наблюдали. Почему мы не видели очередей за вас? Вы не хотели их видеть. Я искала. А увлечь МОПы и все остальное за Надеждина или за других. Вы знаете, я считаю, что либералы наиболее способны к театру. Но вы нам не покажете очереди за вас? У нас были фотографии во время избирательной кампании по сбору подписей. Посмотрите, среди них там есть люди, которые подписывают. Есть очереди, не так демонстративно выстроившиеся. Ну, даже если визуально считать очередь от двух человек, стоящих в ряд друг за другом, у вас действительно не получится обнаружить таких фотографий в телеграм-канале Бабурина. Можете сами проверить, где как раз-таки самоснявшийся, вроде бы, подробно рассказывал о ходе кампании. Очередь на снятие с выборов в Центрисбиркоме, и то смотрится больше похожей на очередь. Кстати, вот как сам Бабурин объяснил свой поступок в заявлении в Центрисбирком. В обстановке ожесточенной войны Запада против России, крови, которую украинские нацисты проливают во многих городах и селах Российской Федерации, я принимаю, возможно, самое непростое решение в своей жизни. И не просто снимаю кандидатуру. В трудный для Родины час не время дробить народные силы. Всем народно-патриотическим организациям России, всем национально ориентированным гражданам России надо объединиться вокруг кандидатуры Владимира Владимировича Путина. Роман, а вот что такое вот в этих 19 коробках у Бабурина и Баленкова? Я напомню, у нас в сюжете упоминалось, что у двух кандидатов великолепнейшая совпала канцелярия, строго бумажечка к бумажечке по количеству коробок одно и то же. Но возможно ли действительно провести кампанию по сбору подписей так, чтобы ее никто не заметил, потому что не искал якобы? Или такая бюрократия в 100 тысяч подписантов, как минимум, это довольно заметное событие? Ну, все зависит от ситуации. Если у вас есть хорошо организованная система, сетка, если у вас есть достаточное количество ресурсов, в принципе, вы можете собрать необходимое количество, 100 тысяч подписей, и этого, может быть, никто и не заметит. Надеждин говорил о том, что они собирают в 100 городах, в 100 городах 100 тысяч, это тысяча в городе. Если мы возьмем, примерно, мне известно, что около 3 тысяч сборщиков было надеждено, это там где-то 300 подписей собрать. Это, в принципе, если ходить по домам, по торговым центрам, каким-то образом это все сделать, можно это сделать в городе, можно не заметить, как расписалось тысяча человек. Но дело в том, что Бабурин, например, на прошлых выборах вообще набрал 479 тысяч голосов, пятую часть он сейчас нам якобы ее принес. То есть вся избирательная кампания, когда это было у нас, в 2018 году, вся его избирательная кампания вылилась, вот это все его выступления, все его агитационные материалы вылились лишь в пять раз в большее количество, чем он якобы сейчас говорит, собрал. А я не думаю, что это возможно было сделать в текущих условиях. Очереди образовались из-за того, что количество желающих поставить подпись резко превысило количество возможностей вообще этой сетки, которой на самом деле у Надежды, например, не было. Но я думаю, что и Бабурина ее нет. Возможности этой сетки люди хлынули сами в штабы, и образовались вот эти заторы, которые и мы увидели в виде очередей. Это уникальная ситуация для России, уникальная ситуация при сборе подписей. И она сама вылилась в какую-то избирательную кампанию. Как в древности, наверное, когда там римляне строились на Марсовом поле, они своим телом приходили, переходили на сторону нужного им кандидата, они там буквально строились людьми. И таким же образом произошло сейчас. Уже каким-то образом голосование мы увидели. Голосование активного электората, который вышел на улицы, мы видели сейчас, и в чем-то, наверное, Борис Борисович Надеждин прав. Он вот на этой стадии, на стадии сбора подписей, он одержал победу. По сбору он кандидат номер один. Все увидели, что у него есть поддержка, насколько она большая. Несмотря даже на то, что у нас уже появились данные о Russian Fields, это еще на стадии сбора подписей. То есть многие, например, могут вообще не знать, что существует такой кандидат Надеждин. Существует, например, сейчас мониторинг, как работает телевидение с кандидатами. И можно сказать, что Надеждин практически не упоминается в передачах. Только два телеканала, по-моему, с пяти, за которыми следят, то самые последние, что-то про него сказали за последнюю неделю. И тем не менее, уже на этой стадии у него 10%, сколько там, по-моему, 10% Russian Fields насчитал среди тех, кто будет голосовать. И у него порядка 200 тысяч подписей было сделано. И после того, как они их отфильтровали, вот они сдали 105. Что, конечно, большая проблема вообще с этими подписями, как способом демонстрации поддержки. Но тем не менее, на этой стадии он, да, он победитель. Все увидели у сборщиков. Никто не видел сборщиков других. Даже Путин, честно говоря, провалил эту часть кампании. Те пункты сбора подписей, которые достаточно самонадеянно выставила местная власть. Опять-таки, у Путина тоже нет сетки. У Путина тоже нет, на самом деле, таких вот количества людей, которые опытны и которые знают, как собирать. А то, что выставили в торговых центрах, был провал, люди там спали. Было там 2-3 человека ставили подписи под камеры, или это делали руководители. О других сборщиках нам вообще ничего не известно. То есть тут у нас надежден, безусловно, победитель. То, что у нас принесли остальные кандидаты за подписями, это может быть просто рисовка. Есть такой метод, когда берутся базы, паспортные базы, и по ним рисуются. Паспортные базы иногда таким кандидатам продают устаревшие. А на чем был пойман, например, Богданов, у которого нашли несуществующие адреса, это часто говорит о том, что это старая база, и паспорта там тоже были, которые уже должны были быть заменены согласно российскому законодательству. В общем, после того, как на Богданова обрушились с критикой, больше никто не рисковал вообще показывать свои подписные листы. Кстати, у самого Надеждина штаб забраковал его собственный первый подписной лист, который он взял в своем семействе. То есть ребята на самом деле очень старательно отслеживали качество подписи, и Надеждину пришлось заново взять подписи и не так размашисто расписаться, потому что именно поэтому забраковали первый подписной лист, который он собрал в своем доме. Вот все, что мы видим, мы видим качество у Надеждина, мы видим либо плохое качество у его конкурентов, либо вообще отсутствие какой-либо активности в этом поле. Роман, спасибо. Давайте как раз Ивана спросим про качество, скажем так, сбора подписей. Иван, а вот если продолжать эту метафору господина Бабурина о театре, получается, что нет ли здесь риска для Кремля, они выставляют бутафорские декорации по всей стране, намекая на то, что компания действительно всероссийская. Но при этом да, мы там то увидели фотографии спящих и усталых сборщиков, как минимум мы не видели ни одной очереди, ни в одном торговом центре, буквально просто их не было. Здесь неужели не возникает риска о том, что избиратели начнут подозревать, что как-то 2,5 миллиона подписей, о которых заявлял штаб Путин, это что-то многовато для таких пустующих пространств, или достаточно будет телевизора, который расскажет, что все хорошо, действительно все в едином порыве пошли и подписались? Ну, давайте я повторю, что никаких выборов нет, поэтому на этих выборах нет избирателей, они ничего не будут подозревать. Это абсолютно другая, по сути, своей кампания. Люди, которые действительно ножками придут, на единый день голосования в Москве, по разным данным, пришло до 7% от реального списочного состава избирателей ножками. Не административно пригнанные, не электронное голосование, а самостоятельно. Из этого мы можем заключить приблизительно какая реальная явка на российских выборах, и на президентских она не намного выше, скорее всего, будет. Так вот, даже те, кто придут, они приходят не ради того, чтобы проголосовать в большинстве своем, а те, кто голосуют, условно голосуют за Владимира Путина, они понимают, что это регулярное изъявление лояльности, которых от них требует власти, надо прийти и подписаться за власть. Никакого отношения к выборам это не имеет, они прекрасно понимают, что Путин президентом был, Путин президентом и останется. Оппозиция, в свою очередь, приходит не за Бориса Надеждина, который не является никаким коллективным кандидатом и вообще не является кандидатом, по сути, на этих выборах, потому что выборов нет, повторюсь. Нет, оппозиция приходит, и об этом люди прямо говорили, не боясь некоторые подкамеры, для того, чтобы выразить свою антивоенную позицию. Вот поэтому они стоят в очередях, они стоят, чтобы увидеть другие лица, которые им близки, понятны, чтобы поговорить с теми, кто в этой толпе тоже стоит. И из этого рождаются сети гражданского сотрудника, действующему российскому тоталитарному, уже, по сути дела, диктаторскому персоналистскому режиму. И именно в этом контексте, и здесь Роман совершенно прав, это надо рассматривать, победа уже состоялась. И это победа гражданского общества, а даже не Бориса Надеждина. Здесь коллега, мне кажется, тоже несколько ошибся. Гражданское общество продемонстрировало, что, несмотря на все усилия властей, оно живо, выбора оно не поймет. Другая половина, не гражданское общество российское, которое поддержит Путина, придет и нарисует то, что ему сказало руководство, она, соответственно, тоже не думает, что это как-то отразится на выборах. Поэтому и те, и другие прекрасно понимают, что никаких двух с половиной миллионов нет, их нарисуют. Но если оппозиция считает, что их просто нарисуют из воздуха, то те, кто готов проявить власти свою лояльность, это не значит, что они сторонники Путина, они просто сделают, что велено. Они прекрасно понимают, что эти два с половиной миллиона очень легко получить. К ним придут на предприятия, они также добровольно, принудительно выстроятся и распишутся. Поэтому у них просто не возникает на эту тему рефлексии. Ну, два с половиной миллиона и два с половиной миллиона. Если им скажут, что за Путина подписалось 25 миллионов, они в это поверят, потому что такое количество заставить подписаться, в принципе, возможно. Власть же действительно пыталась устроить красивый спектакль на первом этапе с подписями за Путина, но пошел один за другим сбой, и они эту кампанию быстренько свернули, чтобы уж совсем не позориться. Соответственно, они-то прекрасно понимают, что им не удалось собрать вероятный, нескольких десятков тысяч. Но у них и задача так не стоит, потому что, как вы совершенно правильно, Иван, сказали, у них есть телевидение. У них есть телевидение, по телевидению все объяснят, и никто не будет задавать вопросов, потому что, как говорится в России, все все понимают. Иван, ну, все-таки, учитывая весьма сильную пропорцию между гражданским обществом и теми жертвами админресурса, ну, давайте, допустим, их так назовем, те, о ком вы говорили, кто по указке шел и добровольно, предназначительно подписывал, вот ожидаете ли вы такого же подхода к заботам о явке на этих выборах? Или электронное голосование, в принципе, как-то все уравновесит, если это потребуется? Есть электронное голосование, есть оккупированные территории Украины, которые дадут столько процентов, сколько нужно будет нарисовать. Есть так называемые электоральные, когда-то это были, электоральные скорее, как это сказать, электорально отличающиеся территории, сейчас это на самом деле большая часть страны стала такой же, которые давали всегда очень большой процент за власть, практически никакого процента за оппозицию. Татарстан, Чечня, некоторые другие регионы Северного Кавказа, сейчас к ним присоединилась значительная, если не большая часть территорий Центральной России, а это регионы, в которых огромное административное голосование, огромное голосование на предприятиях, эту систему отладил за последние годы Сергей Владеленович Кириенко, и крупные компании сами являются такими феодальными операторами, которые передают голоса своих сотрудников федеральной власти. Как во время единого дня голосования, еще есть явка, ну там на федеральных выборах, на президентских, наверное, не 7 будет, а скажем там 12-15 процентов тех, кто ножками дойдет до избирательных участков, ну а все остальное действительно выбравы дорисуют на электронном голосовании аккуратно, тем более, что проконтролировать эту систему теперь абсолютно невозможно. Понятно, что есть независимые наблюдатели, но у независимых наблюдателей нет ресурсов для того, чтобы доказать фальсификацию выборов, потому что они, по сути дела, от наблюдения практически отстранены. Некоторые, как Григорий Мелконянц, находятся за решеткой сейчас, фактически заложниками того, чтобы их коллеги не сильно выступали по поводу происходящего в России. И именно так и будет происходить. Соответственно, здесь единственный, скажем так, актор, который может заявить о том, что это никакие не выборы, это власти зарубежных демократических стран, которые теоретически могут, как в 2020 году, наконец не признать вообще Владимира Путина избранным пределителем. Иван, большое спасибо. Давайте посмотрим обещанный опрос. Зарегистрирует ли Бориса Надеждина такой вопрос? Наши корреспонденты задали сегодня прохожим на улицах Москвы. Все это прекрасно. Если его искусственно не уберут с выборов, было бы прекрасно, чтобы были честные выборы. И все этого ждут, в общем-то. И все бы этого хотели. Ну, потому что есть же в России люди, которые могут себя, как бы, вне зависимости от подсказок, выдвигать себя, какие-то действия. Да, вот он, ну, Надеждин. Вот один из них Надеждин. Не знаю, я думаю, вряд ли. Потому что, скажем, больше людей, народу, мне кажется, за Путина будет. Потому что, как бы то ни было, все равно мы сейчас живем, как бы то ни было, да, то, что нас творится в стране, но все равно, как бы, я считаю, что нормально. Нет, конечно. России нужно сильно. Зажаловаться. Сильно. Президент должен. Ну, насчет зарегистрировать, кажется, кандидата, я не знаю. Ну, потому что шансов никаких нет, это я уверена. Должно увидеть, потому что у нас же Конституция, и Конституция все равно, все, как было, законно. Да я не знаю вообще, кто это. Да? Почему нет? Единственная интрига Двиборов должна быть. Я человека этого близко не знаю, и, как бы, у меня, может быть, информация не совсем верная. Поэтому, ну, что говорить? Я немножко сомневаюсь, что, допустим, там уже начинают они сортировать, так что поглядим. Наверное, стоила конкуренция, что должна быть в любом случае. Ну, я не могу вам сказать. Мы вроде демократически в стране живем, но кто такой, я говорю, я даже первый раз слышу. Не зарегистрировал. Стоило бы, но кто ж даст. Давайте честно, я не поклонник надежды. Довольно-таки. И поэтому, если даже его не отпустят, я не буду переживать. Я знаю, я думаю, вряд ли. Не знаю, не могу сказать честно вообще. Конечно, вероятность существует, но не от нас зависит. Вот, наверное, все мое мнение. Кандидат хороший, отличный. Буду голосовать, если пусть так. Сам подпись ставил. Процентов 10 есть. Вот внезапно даже в нашей выборке оказались люди, которые поддержали Бориса Надеждина и прекрасно знают, кто это такой. О том, что нам ждать от Центра избиркома с историей, с регистрацией Надеждина. О мяч теперь, я напомню, на половине поля Центра избиркома. И о самой фигуре Надеждина как кандидата, которого пропаганда теперь то обвиняет в сотрудничестве с иностранными силами, то, плохо скрывая такую ехидную улыбочку, аккуратно поддерживает. Мы поговорили с политологом Федором Крашениковым. Я, во-первых, ничего не жду, потому что я не понимаю, какой смысл чего-то ждать. Решение принимает Центр ЦИК и, скорее всего, решение давно уже принято. Поэтому, пока это решение оглашено, мы можем, в общем, нечего обсуждать совершенно. Факта нет. Я, это первое. А второе, естественно, никакой победы и никакого второго тура, и никакого второго места у Бориса Надеждина быть не может, что бы он ни делал. Потому что распределение голосов в официальных сводках и результаты выборов, они определяются не договыми голосованиями, а решением с утра избирательной комиссии. С учетом ДЭГа любые проценты могут быть написаны любым участникам. Поэтому я лично думаю, что, во-первых, Надежда, скорее всего, не зарегистрирует, потому что не очень понятно, зачем он там нужен в этом кремлевском раскладе. А даже если его зарегистрируют, ему выдадут минимальный процент, чтобы потом всем рассказать, что вот ваш антивоенный кандидат получил 0,3%. Я думаю, что это его личный проект, он хочет, очевидно, он, собственно, не скорвало забираться куда-то или в Московскую думу, или в Государственную думу. Он хочет, хотел, очевидно, как-то себя подсветить. Естественно, ни на какую победу он не претендовал, и надо быть не в себе, чтобы думать, что Путина можно победить. Поэтому я думаю, скорее всего, это был его проект. Он выдвинулся, может быть, поставив перед фактом администрацию президента, и сказал, ну, пожалуйста, давай попробуй собери подписи. Когда стало понятно, что он сможет собрать подписи, причем таким вот способом, я думаю, что как раз в этот момент его шансы на регистрацию резко упали. Повторюсь, не нужны в кремлевских играх неуправляемые серые, как называют, черные лошадки. Ошибка Лукашенко, который зачем-то допустил на выборы на оппозиционерку, согласился на вот то, что, ну ладно, хорошо, вот вы на меня давите, пусть кто-нибудь один будет. Вот такую ошибку Путин никогда не повторит. Это абсолютно очевидно. Надеется, что он прям пойдет по стопам Лукашенко после всего, что было в Беларуси, но это просто, мне кажется, делать вид, что мы не знаем этого человеку уже 25 лет. Для того, чтобы понять, как будут выглядеть выборы президента России и какие будут их итоги, достаточно посмотреть на выборы мэра Москвы-Савянина. Минимум кандидатов, партийные кандидаты от партии, безусловно, побеждая тот, кто нужно, значит, все остальные аплодируют и кланяются. Вот, собственно, вся история. Поэтому, они решили обойтись кандидатами от думских партий, потому что от них никуда не деться. По-моему, здесь вопрос чисто, так сказать, политического менеджмента в условиях имитационной демократии. То есть, понятно, что надо писать Путину 86%, а вот эти оставшиеся сколько там 14%, их надо куда раздать не просто так, кому попало, а людям, которые являются частью системы, думским партиям. То есть, что-то должен обязательно получить коммунист, что-то обязательно должен получить ЛДБ РС и что-то обязательно должен получить этот новый людь. Ну, вот, собственно, и получается, что остальные кандидаты вообще не нужны. То есть, и так голосов мало. То есть, они должны нарисовать огромную сумму Путину, ну, и дальше распределить оставшиеся проценты между своими думскими вот этими подтанцовками. То есть, тут как бы не очень понятно, куда здесь можно вписать Бабурина и зачем. Я думаю, они пойдут по минимальному, просто будет минимальное количество участников. Ну, там Андрей Богданов может остаться, потому что ему там нарисуют 0,01, и он будет вполне доволен, протестовать не будет. То есть, он как бы как раз не создает проблем. То есть, будет партийный, вот моя, допустим, может быть, я ошибусь без проблем. Но мне кажется, что будет минимальный список кандидатов. То есть, Путин, выдвиженцы от думских партий, ну и плюс там какой-нибудь один чудак Богданов. Я тут оговорюсь, что наш разговор произошел до того, как стало известно о снятии Богданова с президентской гонки, такой самостоятельной, если вообще эту гонку так можно назвать. Роман, а вот вы какую тактику ждете от Центра избиркома? Кремль готов к таким рискам? Особенно учитывая, что вот эта игра «Попробуй и собери подписи», Ну да, меня правильно поправил коллега. На самом деле, конечно, не надежденно собрал эти подписи, а его месседж, который он неожиданно попал, скажем так сказать, в жилу, да, он попал в настроение огромного количества людей. И, ну, зачем хоронить? Я, например, оптимист в том плане, что люди сделали все, что могли. Люди сделали, они услышали эти слова от Дарьи Дуленкова, по-моему, как у нас, барышню звали, которую сняли на первых же подступах к избиркому. Потом этот же месседж, это как эстафетную палочку подхватил Надеждин. И опять-таки нужно согласиться с тем, что он не был ставленником никого и ничего. И то, что он называет в качестве своей программы, он раньше говорил в телевизоре. Он в телевизоре возмущался войной. Он в телевизоре был мальчиком для битья, и, видимо, действительно, он не вытерпел и решил выдвинуться. Как он выдвинулся, он абсолютно был не готов, у него абсолютно не было той сетки подготовленных людей, финансов, о которых я вам рассказывал. Я немножко знаю, ну, скажем так, наблюдателей, я знаю людей с активной гражданской позиции, которые регулярно участвуют в выборах, которые в данном случае ему помогали. И один из них, разговаривая со мной, сегодня просто заснул. Я думаю, что прервалась связь. Люди действительно просто устали. Они еще сегодня утром допроверяли подписи. Естественно, это был полный кавардак, но, с другой стороны, это показало объединение. Там, на самом деле, это было как «Ной в ковчег». Это было как во время засухи водопой. Люди, истосковавшиеся по настоящей политике, абсолютные политические оппоненты, встречались локоть к локтю в этих столах, где они сидели, оформляли, подшивали, заверяли, предлагали, как я уже говорил, гонялись за этим самым кандидатом, который неправильно поставил подписи замначальника штаба там пять раз его заставили переписывать. То есть, если вы помните у Пелевина Чингисхан, которого несет волна, в данном случае волна несла надежденно, он бы сам не смог поднять такой поток народного желания увидеть и услышать то, что он говорит как человек, как кандидат в кандидаты. Люди хотели услышать это от кандидата уже в бюллетене. Я думаю, что «Новый людь», как бы там непрезвительно его называли, они действительно такие все странные, дованков. Недавно была информация, что они отложили презентацию своей программы, чтобы аккумулировать те идеи, которые высказывали сначала Дарь, потом высказывал Надеждин, и теперь, возможно, эта идея дальше пойдет. Идеи не умирают. Но я еще не стал выписывать, конечно, в расход самого Надеждина. Очень сложной ситуацией находится сейчас власть, потому что она в патовой ситуации. Они его снимут, и все тогда удивятся и скажут, извините, мы даже у Путина не видели людей подписывающихся, мы видели только у одного кандидата. Почему вы его сняли? Там огромное количество придирок, но на самом деле, если задуматься, то речь идет о поддержке. Люди хотят этого кандидата в бюллетене. Вот, давайте, принесите нам 100 тысяч подписей. 100 тысяч подписей хотят, 5% брака, окей, ты идешь. А если, значит, 6% брака, ты не идешь. Не совсем понятно, на самом деле, а почему 99 тысяч не являются серьезной поддержкой для кандидата? Потому что других такого нет? Например, у него 200 подписей, принеси 200, пускай там будет 50% брака, но все равно там будет 100 тысяч людей, которые хотят видеть этого человека. То есть система забаррикадировалась вот этими 5% это очень сложно. На самом деле, недействительных бюллетеней, где люди ставят одну галочку, их 1,2% от выборов к выборам. Ну там часть, конечно, процент, но это один знак. Когда люди заполняют эти строки, там огромное количество знаков, там очень жесткие правила к сокращениям, как я уже говорил, к качеству росписи, как она должна куда заходить, чего она должна не касаться. Ну какие 5%? Естественно, даже собрать академиков, 100 тысяч академиков собрать, все равно они ошибутся. Это совершенно непреодолимый барьер с точки зрения логики, с точки зрения человеческой психологии. И у ЦИКа сейчас развязаны руки. И допустить его или не допустить, это будет абсолютно политическое решение, как они смогут его и допустить, потому что все видели этих людей и никто им не скажет, что у Надеждыны нету поддержки, так и не допустить, потому что в любом случае у любого человека, и даже у того же самого Путина, достаточное количество нарушений при таком сборе существует. Поэтому это политическое решение, но я бы оставался все-таки оптимистом, потому что больше надеяться не на что. Во-первых, идея эта прозвучала, и она уже не должна умереть, я надеюсь, что новые люди подхватят эту идею, если Надеждин будет снят. Поэтому давайте посмотрим. Главное, что люди сказали свое слово, сборщики сказали свое слово. Роман, вы знаете, и тут наша личная история, наши корреспонденты в Москве как раз-таки отмечают, что их собственный индекс узнаваемости, скажем так, в вопросах о Надежде, он растет день за днем, и люди все больше понимают вообще, о ком речь. Но у меня к вам такой вопрос, исходя из информационной повестки, возможно, самый масштабный в истории сбой интернета произошел в России накануне, а Надеждин кандидат, если не от народа, то уж точно от интернета. Он и ТикТок познает, и сам признает, что именно онлайн-поддержка со стороны оппозиции привела к успешной кампании по сбору подписей, и опять же, он прекрасно понимает, что это подписи не столько за него, сколько за то, за что он выступает, что объединяет людей. Но вот нам насколько стоит связывать эти события сбой Рунета и грядущие выборы. Как вы думаете? Ну, во-первых, сбой был в точке Ру, то есть, по большому счету, мне не совсем понятна вот эта логика, как это могло повлиять на выборы. А если бы они закрывали, например, Ютуб, если бы они изолировали внешнее, ну, скажем, влияние, это плохо звучит, голос людей, которые не могут сейчас по соображениям безопасности находиться на территории России. Это было бы не точку Ру, бы они блокировали, они бы блокировали все на свете, кроме точки Ру. Они выстрелили себе в ногу, обрушили банковские системы, обрушили собственные системы. Я не думаю, что это как-то связано с выборами. Другое дело, действительно, идет кибервойна с избирательными, кибервойна за результаты выборов. Недавно был размещен заказ со стороны ЦИКа и, по-моему, 10 января 15 миллионов ушли разработчику за обеспечение без перебойного и работы сайта Центральной избирательной комиссии. Мы все прекрасно знаем, что за этим кроется. Они закрывают данные от избирателей. Как вы уже знаете и, может быть, слышали, электоральные эксперты. Тут, кстати, тоже я бы не совсем согласился с коллегой, что даже если наблюдатели не пустят, то мы, значит, ничего не узнаем. Мы много чего узнаем. Из тот же ДЭК мы иногда видим, как они косячат. И очень много информации появляется с помощью видеонаблюдения, которое они тоже закрыли. Хотя сам Путин хотел это видеонаблюдение. И теперь они находятся в позорной ситуации. Если в 2012 году Путин требовал, чтобы вся страна увидела, что происходит у каждой камеры страна увидела массовое преступление. И ЦИКу надо было что-то придумывать. Они ограничивали количество минут, которые они давали людям. Потом они начали ограничивать поводы, по которым они давали людям. Но люди все равно учились. Это было сражение, как там у нас называется, счета и меча, когда ЦИК закрывает волонтеры, IT-специалисты все равно записывали, записывали это видео. Есть огромное количество, огромный массив видео, он до сих пор хранится в волонтерских проектах. Вы можете зайти в онлайн, посмотреть, как выбирали в 2012 году, как выбирали в 2018 году, как эту Думу выбирали в 2021 году. Все равно информация просачивается и увидеть тот же вал преступлений, из-за которого закрыли совсем трансляцию. Даже в 2023 году, когда уже стали, ну совсем они уже опустились на днище, они же абсолютно отошли от первоначальной идеи Путина, пусть вся страна увидит, они давали на штабы, то есть если Владимир Владимирович их позовет, куда выделим трансляцию, они скажут, мы ее ведем, ну вот штабы они ее ведут. Тем не менее, липецкие коммунисты показали прекрасный вброс и штаб липецких коммунистов отрезали от интернета. Роман, простите, давайте как раз к отрезанию интернета немножко чуть больше подробнее этот вопрос рассмотрим. У нас готов сюжет о том, что же вчера произошло с интернетом. Давайте посмотрим. Сбои в работе интернета могли быть связаны с другой причиной. Ученые предупредили о начале радиационного шторма, к которому привела мощная вспышка на Солнце. По силе она близка к максимальной. Такая активность вызывает магнитные бури на Земле, что в свою очередь влияет на работу чувствительной техники. Могут выйти из строя навигационные приборы. Резкое повышение солнечной радиации приводит и к нарушению работы спутниковых систем. 30 января у многих интернет-пользователей в России и за границей перестали открывать сайты в доменной зоне.ру. Возникли проблемы с доступом к Озон, Яндекс и ВКонтакте. Жалобы поступали на работу сайтов крупных банков и маркетплейсов. Проблемы с доступом возникли у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Татарстане системы для преобразования удобных для человека доменных имен, например, свобода.орг, в числовые IP-адреса. Специалист по блокировкам Филипп Кулин объяснил, у доменной зоны.ру сломался DNSSEC, набор расширений, защищающих данные от подмены и подтверждающий их подлинность. Правозащитный проект «Сетевые свободы» предполагает, что сбой мог произойти из-за неудачного эксперимента по тестированию Рунета в условиях изоляции. Российские власти давно предупреждали, что постараются перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS. Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне.ру. Минцифра тоже упомянула эту систему, заявив, что проблема была устранена в первую очередь у абонентов национальной системы доменных имен. Она предусмотрена законом о суверенном интернете, принятом в 2019 году. В теории, эта система должна защитить Рунет от внешней угрозы, но на практике может позволить российским властям самим изолировать российский сегмент интернета. Еще в 2016 году Кремль говорил, что надо подготовить Рунет к отключению от мировой сети. В 2019 году Госдума приняла закон о суверенном интернете. Первые учения по изоляции Рунета провели в декабре 2019 года, в ходе которых Минкомсвязи отработало два сценария. Первый касался абонентов сотовой связи. Проверяли защиту персональных данных, возможность перехвата их трафика и СМС и раскрытия сведений об их местонахождении. Во втором сценарии исследовали уязвимость умных устройств, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры. Через несколько дней после учений в работе сетей сразу нескольких аэропортов возникли сбои. В 2020 году Минцифры несколько раз переносило учения из-за пандемии коронавируса. К лету 2021 года ведомство решило, что эпидемия кончилась и в период с 15 июня по 15 июля провело новые учения по изоляции Рунета. В документах Минцифры не говорилось, чему именно были посвящены учения и чем они закончились. РБК со ссылкой на источник писал, что операторы тестировали возможность физического отключения российской части интернета. В учениях принимали участие МТС, Мегафон, Ростелеком и Вымпелком, он же оператор Билайн. Тогда пользователи жаловались на сбои в работе ВКонтакте. 1 июля сервис Даун Детектор зафиксировал 11 тысяч жалоб. У кого-то не открывалась соцсеть, а кто-то не мог отправить сообщение. 2 июля пользователи портала Госуслуги не могли зайти на сайт. Сервис оказался временно недоступен. В Петербурге 13 июля клиенты банка Тинькофф жаловались на сбои в работе мобильного приложения. Проблемы возникали и с работой иностранных сервисов. 22 июня 2021 года в разгар учений россияне со смартфонами на андроиде столкнулись со сбоями в гугл. В 2021 году с помощью оборудования для изоляции Рунета в России заблокировали зеркало сайта Навального, VPN RedShield и анонимный браузер Tor. Через два года в ночь с 4 на 5 июля в России провели очередные учения по изоляции Рунета. В Роскомнадзоре их назвали успешными. Об их масштабе и целях ведомство умолчало. Корреспондент издания AdPass рассказал, что в Московской области около половины четвертого ночи роутер беспроводной связи Yota перестал принимать сигнал. После перезагрузки он заработал, но на ноутбуках перестали открываться все зарубежные сайты и Telegram, серверы которого находятся за границей. Российские сайты работали как обычно. Подключить VPN на ноутбуках не получалось. При этом на мобильном телефоне с включенным VPN Wi-Fi Yota работал и все зарубежные сайты и приложения открывались. Учения продолжались около 45 минут. Затем западные ресурсы включились. А к нам в прямой эфире присоединяется IT-эксперт Александр Исавнин. Александр, здравствуйте. Александр, есть ли у нас с вами связь? Роман, придется все-таки продолжить нам с вами разговор про интернет. Вот вы знаете, у меня такой еще был вопрос, если мы даже возьмем за теорию, о чем говорят некоторые IT-эксперты, мы, к сожалению, Исавнина не услышим, но есть версия, что это продолжение работы над тем самым суверенным интернетом и чубурнетом, его еще так называли, есть вероятность того, что это готовится либо до выборов, либо после. Вот на ваш взгляд, если здесь вот примерно понять, к чему все идет, этот фактор важен до или после. Это насколько сильно влияет, например, на коммуникацию между наблюдателями на выборах, между кандидатами, которые, супротив Путина, все-таки окажутся в бюллетене, давайте пока, да, закроем вопрос по Надежде, но вот все-таки, на ваш взгляд, что здесь наиболее пугающее в этой истории? Кандидаты типа Надежды, на которые не имеют права на свою квоту телевизионного эфира, кроме дебатов, они, конечно, очень сильно могут пострадать, потому что не смогут доносить свою точку зрения. Меня пугает, например, суверенный цик, который может рисовать цифры из головы уже совершенно, скрывая реальные данные от избирателей, от, собственно, граждан. Ну, у них для этого есть целый набор в виде трех веселых букв в дистанционное электронное голосование. Но оно тоже может обрушиться, вы видите, какие они криворукие, ведь на самом деле это все человеческая ошибка, и мне кажется, что там вряд ли солнце как-то особо светит на Россию, какие-то там радиационные волны приходят, это просто в головах людей. На самом деле, власть, когда власть разлагается, она отдает предпочтение перед профессиональностью верноподдничеству, и таким образом вырастают такие вот криворукие специалисты, они поднимаются по своей лестнице, и мы видим, что они и ДЭК не могут нормально сделать, они не могут нормально что-то там настроить. Это все следствие того, что нет у нас отбора нормального везде, не только в кандидатах в президенты, нигде у нас нет, все идет через верноподдничество и через лояльность, а не профессиональность. Это вот это общее следствие. И к этому привязана еще и электоральная система. Выборы хорошего специалиста, извините, это тоже выборы. Их тоже надо проводить честно. Мы увидели результат нечестных выборов. Ну, а не видите ли вы как раз вот в этой системе ДЭК, учитывая то, как прекрасно, я бы сказал, она со стороны властей, она работала на последних думских выборах, где только итоги ДЭК-голосования целиком полностью меняли картину, нет ли в этом как раз-таки то есть самого такого заложенного механизма, ну, примерно, как в центре Сбирком заложил, кучу себе возможностей для снятия кандидата с выборов, для одни регистрации его. Точно так же остаются потрясающие возможности появляться такой черный ящик, куда мы закидываем голоса все. Происходит некоторая магия, мы получаем ответ, что именно буквально в этом ящике происходило, мы не знаем, да и знать-то вроде бы как и не обязательно. С позиции властей возможно. Ну, я бы не согласился, потому что, ну, смотрите, я смотрю на этот обрубленный интернет и говорю, ничего у них не работает. Это все криво. Мне говорят, иди в ДЭК, голосуй, у тебя голос не украдут, все будет гарантировано, полная тайна. Я вижу, как у них все криво работает. Я скажу, не, ребята, знаете, я вот насмотрелся на это дело, я лучше ножками пойду и проголосую по старинке бумажкой. Поэтому я не думаю, они должны были, у них должно было все работать гладко. Они до сих пор не могут сделать это ни с ДЭКом, ни с интернетом, ни с чем подобным. Роман, завершая наш разговор, хотелось вас так еще спросить, что будет с наблюдением на этих выборах, именно с физическим, прямо на участках. Потому что, действительно, вот Иван Пребреженский напомнил про дело Григория Мелькальянса, который остается под арестом. У Центра избиркома потрясающая реклама. Участвуйте, записывайтесь на наблюдатели, но есть подозрение, что независимых наблюдателей мы не увидим на участках. Они, соответственно, не увидят, что там будет происходить. Да, я благодарен коллеге за то, что он напомнил. Я просто не успел. Не успел сказать о том, что произошло с Гришей. Он до сих пор сидит в тюрьме. Его несрочно, в неочередной раз продлили так, чтобы он уже отсидел в СИЗО все выборы. Не забывайте, что Гриша сидит за выступление в ЦИКе. Именно в ЦИКе он там что-то хотел, а он очень мягкий и порядочный человек, хотел улучшения в нашей электоральной системе. И его выступление в ЦИКе легли в основу обвинений против него. Но наблюдатели, как прекрасно показал 23-й год, я же говорил, даже коммунисты показывали. Это как экологическая система Глопогосских островов. Там, где нет хищных птиц, там зяблики становятся хищниками. То же самое произошло с Надеждином. У нас экологическая ниша Навального, она оказалась пустой. И такой безропотный, безопасный зяблик, как Надеждин, вдруг стал орлом. То же самое произойдет и с наблюдателями. Не будет наблюдателей, будут избиратели наблюдателей. То, все, пятое, десятое. Ну, электоральные процессы, это процессы в обществе. И общество, оно адаптируется к жестким условиям. Она как вода проникает в любую щель. И, Роман, вы знаете, как раз любопытно, что больше половины наших зрителей все-таки верят в регистрацию Бориса Надеждина. 52% за, 48% против. Ну, напомню позицию Эллы Памфиловой и ее коллег. Мы узнаем в течение 10 рабочих дней. Столько у Центра избиркома по закону на принятие решения о регистрации или не регистрации кандидата. Будем наблюдать даже без наблюдателей. Я благодарю всех участников нашего сегодняшнего эфира. Роман Удот, Иван Преображенский, Александр Исавнин и Федор Кошенинников были у нас сегодня в гостях. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова